Так много получено за это короткое время информации, вы просто не представляете. Я 10 лет назад закончила актёрский факультет Театрального института. 10 лет — это на самом деле очень большой срок, потому что работаешь, не работаешь, спектакли разные, и навыки постепенно утрачивают ту какую-то ясность, когда из первых рук педагога ты их получил. Ты уходишь, и уже эта постепенная острота полученных знаний снижается. Работая в театре с разными режиссёрами на съёмках, кто-то тебе даёт что-то, и он говорит, ты опять что-то новое получаешь, а кто-то работает немного в проброс. Я не хочу назваться плохо о каких-то режиссёрах, но здесь была атмосфера, как будто я снова погрузилась в учёбу, в учёбу в институте. Когда тебя взяли и заново стали лепить, как будто новый чистый материал, с чистого листа. Да, я знала, у нас были хорошие педагоги, большое спасибо им на самом деле, педагогам по речи. Но то, что давал Владимир Аркадьевич, оно было настолько ключевым и значимым, когда снова ты проходил эти все навыки, ты их усваивал и снова учился каждый раз применять. Не просто послушал и забыл, а настраиваясь на работу, на озвучку в данном случае, начинаешь вспоминать, что, где, когда разложить, и понимаешь, что столько надо всего в голове удержать. Просто и одно, и второе, и третье, и это колоссальная сосредоточенность. Вот сейчас у меня мои домашние, моя семья замечает, что, наверное, мама немного сошла с ума, потому что я хожу в квартире, я что-то слышу, я начинаю пробовать голоса, дети меня порой не узнают, или мама что-то сказала, я заговорила, ой, мам, ты сказала сейчас как баба Екаль, еще что-то. А я в это включаюсь и начинаю все укладывать спать, например, там, говорю, ну-ка быстро всем есть, какие-то, понимаете, такие вещи. И ты понимаешь, что ты этим начинаешь жить. И приходит какое-то второе понимание, что профессией надо жить. Надо жить постоянно. Благодаря Владимиру Аркадьевичу, то, что он говорит, я снова настроилась на эту волну, что этим надо жить. Каждый день постоянно еду ли в метро, еду ли в машине, что-то слышу, слышу неправильную речь, поправляю внутри себя, не так сказал. Сама начала говорить, сама же себя поправила что-то, да, то есть слушаю телевизор, слышу какие-то новости. Я начинаю настраивать ухо сразу, как сказали, что про себя проговаривать. И настолько вот ты, находясь в этом потоке знаний, в этой профессии, я понимаю, что это надо поддерживать в себе. Очень жаль, что курсы закончились так быстро. Но, конечно же, большое спасибо. Это было очень прекрасно, это было очень хорошо.